Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Олег Родионов, психолог, руководитель программы реабилитационного центра «Надежда плюс» и Максим Шувариков, тоже психолог, руководитель программы по работе с родственниками реабилитационного центра «Надежда плюс». Здравствуйте! Здравствуйте! Разрешите вас поздравить с наступающим Новым Годом. Вот скажите, пожалуйста, для ваших пациентов, наверное, это самое такое время, когда нужно проверить себя на прочность. Какие рекомендации вы можете дать и вашим пациентам, и родственникам? Безусловно, праздничные дни, которые длинные выходные, так сказать, когда люди используют их якобы отдохнуть, да, многие, я знаю, что многие просто употребляют все эти выходные, да, там, алкоголь, отмечая праздники. Вот. Ну, есть в первую очередь рекомендация такая для соблюдения своих личностных границ, для того, чтобы, как бы, ну, сделать какую-то безопасность, создать какую-то безопасность для себя, да. В первую очередь это, ну, необходимо, да, как бы, сделать так, чтобы не присутствовал алкоголь, наркотики рядом, да. Стараться сделать так, чтобы люди, которые употребляют все это, да, тоже, как бы, не находились рядом. Ну, и, как бы, в дальнейшем, наверное, да, продолжив праздники, можно просто куда-то в другое русло направить, так сказать, свой интерес. Много всяких мероприятий в городе, да, за городом, то есть можно выехать в ту же Солочью, да, покататься там с горы на лыжах, на коньках. Ну, множество всяких других мероприятий, чем можно заняться, нежели сидя дома, да, употреблять там алкоголь и наркотики. Благо зима в этом году, ну, похоже на сказку, действительно позволяет все это сделать? Действительно, да. Возможностей много, нежели, да, снега много и погода позволяет. Прекрасно, да, то есть когда еще обращаешься на все это внимание и не замыкаешься на употреблении веществ. Максим, у меня к вам теперь вопрос. Как родственникам вести себя? Я бы посоветовал бы полностью исключить алкоголь. То есть с праздничного стола убрать все бутылки? Абсолютно полностью. И если даже сами родственники уже употребили алкоголь, стараться как более, стараться меньше вступать в контакт с нашими выпускниками, со своими близкими, зависимыми людьми. То есть тут важно, наверное, вот такое вот сотрудничество родственников самих, да, как поддержать именно и в тот же момент отказаться тоже от спиртного ради выздоровления своих вот кого-то, детей, братьев, еще кого-то, да? Да, совершенно верно. Потому что когда зависимый человек попадает к нам в центр, мы ведем работу как с самим зависимым и также с его родственниками. И очень важная роль здесь родственников найти возможность изначально поместить в наш революционный центр самого зависимого человека, так скажем, алкоголика или наркомана. И также вести работу над собой и слушать и слышать персонал центра, можно сказать, идти нога в ногу. Ведь совместный плод усилий даст нам результат. Скажите, пожалуйста, вот вопрос очень важный, был ли на вашей памяти случай, когда не родственники приводили зависимого наркозависимого, алкоголизависимого, а вот сам человек понял, что вот что-то в жизни идет не так? И вот позвонил к вам, пришел к вам? Да, были, конечно. И не один такой случай был, когда человек сам себя, наверное, попадает вот этими своими действиями в такую жизненную ситуацию, когда он уже употреблять не может. Ну, то есть он понимает, что я когда употребляю, ничего хорошего не происходит в жизни. И не употреблять уже не может. Ну, то есть вот все, как бы тупик в жизни, да, и он не знает выхода. Есть такие случаи, да, когда ребята обращались, да, просили о помощи, ну, конечно, помогали, откликались, да, на просьбы. На сегодняшний день есть там хорошие результаты. То есть человек сам понял, что он реально погибает? Да, есть такие люди. Но их очень мало. Скажите, а вот если вернуться к новогодним праздникам, вот, наверное, когда человек выходит просто из реабилитационного центра, мы об этом тоже говорили в наших прошлых программах, тут важно действительно соблюсти тот баланс и оградить его от его бывшего общества, да, круга общения, которое было вот с алкоголем или с наркотиками, то вот соблазн-то он действительно очень велик. А тут целые праздники новогодние. Вот здесь вот реально возможность есть сорваться у человека? Или все зависит от человека, от его мотивации? Сорваться реально. Ну, опять же, да, наверное, хотелось бы сказать о ответственности, да, каждого из выпускников наших, которые выходя, в принципе, да, мы им даем инструменты для того, чтобы, да, прожить там какие-то определенные ситуации. Во-первых, в праздники, да, и как бы если человек все это, там, как бы выполняет, соблюдает те же, да, вернусь к тому, что соблюдает свои границы, в первую очередь для своей безопасности, соответственно, ну, все праздники проходят без опотребления, да. И второй, наверное, такой немаловажный момент, мы, наверное, все-таки стараемся как-то оградить, да, людей от выхода до праздника. И как-то вот, ну, немножко после праздников выпускаем, как бы, ну, выпускников из центра, ну, чтобы, как бы, да, немножко вот как-то... Обезопасить. Обезопасить, да. Как бы за этим тоже мы наблюдаем, следим. Когда человек к вам приходит, вот первое, что вот у вас есть ему сказать? Ну, вообще проводится мотивационное интервью. Мы стараемся, да, как бы объяснить, что означает нахождение в радиационном центре, что ему предстоит, да, трудности только связаны с эмоционально, трудности эмоционального плана, вот. Ну, именно она, так и называется, мотивационное интервью замотивировать человека для своего выздоровления и для дальнейшей его трезвой жизни. А вот чем можно замотивировать? Что реально предложить взамен? Мотивация у нас, конкретно в нашем центре, ну, мы стараемся, да, показать человеку на самом деле, да, что с ним происходило до того, как он попал к нам в центр. Как он жил, да, какие взаимоотношения у него с близкими людьми, семья, у кого есть дети, да, то есть вот как-то пытаемся развернуть, да, как-то вот и посмотреть, вернее, показать ему на его жизнь, в первую очередь. Во второй момент есть такой, да, есть, у каждого человека есть сферы в жизни, то есть там здоровье, да, семья, финансы, да, и человек, попадая к нам, в большинстве случаев у него все сферы разрушены. То есть вот он остается один на один, сам на сам с наркотиком, и больше ничего нет у него в жизни. Соответственно, все ценности в его жизни утеряны. Единственная ценность, которая у него осталась, это алкоголь или наркотик. Он ради него живет. Также он ходит работать ради него, да, и также он унижает дома всех, скандалы и так далее, и так далее. То есть как бы, ну вот, мотивация происходит в такой тенденции, чтобы человек посмотрел на себя со стороны, да, и увидел, и как-то вот все-таки задумался и начал двигаться там в другом направлении. То есть получается, человек потерялся просто. Вы даете ему направление, да, развитие. Да, для восстановления человека как личности. А вот тоже я задавала не раз этот вопрос, вот работая с темой алкоголя и наркозависимых, здоровье тоже подрывается просто, ну, иногда невосполнимо. Что здесь делать? Здесь у человека появляется возможность заняться своим здоровьем, чего не было, в принципе, да, в употреблении. То есть, ну, и как бы, есть опыт, да, ни одного, наверное, не ста, наверное, уже человек, в том, что человек, пройдя курс реабилитации, восстанавливается в плане физическом, да, в плане эмоциональном. Ну, я знаю точно, что все проблемы в здоровье начинаются из-за нервов, эмоций, да, как бы, ну, зависимый человек, он подвержен эмоциональным качелям, скажем так. Вот. И он более стрессоустойчив становится, соответственно, да, восстанавливаются какие-то функции, да, то есть начинают там почки, печень, то есть они не усугубляются, да, причем там питание у нас такое сбалансированное. И после курса, да, ну, просто много раз, так вот, скажем так, да, есть там фотографии, когда человек приезжает к нам, да, и какой он уезжает. То есть небо и земля, разница. Небо и земля, да, абсолютно разные люди. Приезжает в очень плачевном состоянии. Многие даже плохо двигаются, у некоторых плохая речь, заторможенная, да, то есть вот он, как бы, не может сформулировать то, что он хочет на самом деле, да, не может выразить свои мысли, то есть, как бы, ну, непонятно, о чем он говорит. Есть люди, которые просто писать уже не могут, потому что настолько мозг, как бы, атрофировался и очень тяжело делать какие-то действия, ну, вот, в общем, да, в этом развитии. То есть, соответственно, получается так, что за промежуток нахождения человек у нас начинает заново учиться полностью всё. Писать, читать, выражать свои чувства, выражать свои эмоции, да, выстраивается речь, то есть как-то конструктивно начинает выражать свои мысли. Скажите, а вот немаловажный тоже вопрос. Пациенты у вас, вот как их можно описать? Возраст, во-первых. Какой возраст у ваших пациентов? Это подростки, это взрослые люди, это пожилые люди. Вот кто ваш пациент? Ну, в основном у нас возрастная категория, я так скажу, что, ну, где-то в пределах 19-20 лет, да, максимального возраста не ограничен. Ну, 19-20 лет, это же совсем молодые ещё, там, юноши, девушки практически, неужели они вот поступают к вам в такой запущенной форме? Вообще по-разному. Совершенно верно, как бы, да, тут получается, ну, если родители на это обратили внимание, что-то заподозрили, да, начинается, как бы, да, поиск помощи. Если родители не обращают на это внимания, как бы, соответственно, да, подросток уже, как бы, да, плавненько скатывается вниз. В более позднем возрасте он к нам попадает. Вот так, наверное, точнее будет сказать. А вот тут, наверное, как раз-таки и важно внимание родителей. Вот если с алкоголем тут более-менее всё понятно, в любом случае от человека будет пахнуть, то с наркотиками тут немножечко другая всё-таки история. Не всегда можно понять, что ребёнок или подросток, или вот, ну, такой вот, юноша или девушка употребляет именно наркотики, не сразу вот понимают близкие, да? Конечно. Стоит обратить внимание на речь, на реакцию, именно, вот, движение тела, да, на глаза. И, соответственно, да, как бы, не обманывая, да, как бы, да, не насильно его тащить, а именно поговорить, да, сотрудничать с ребёнком именно для сдачи анализов. У меня, наверное, последний к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ваш центр работает чуть более трёх лет, правильно? Да. Вот, и действительно, вот программа вашей реабилитации зарекомендовала себя очень хорошо. То есть очень большой процент людей, которые, ну, идут уверенно, если не выстрелили, то идут уверенно по пути выздоровления и по пути ремиссии. Вот расскажите, за счёт чего удаётся добиваться вот таких вот серьёзных результатов? Это слаженная работа вместе с родителями или это программа какая-то особенная, которую вы используете? Вот немножечко приоткройте нам тайну. Когда попадает к нам зависимый человек, да, мы ведём работу с родителями. Как индивидуальное консультирование, как группы самопомощи, как терапевтические группы. Еженедельно проходят собрания для родственников. У нас также проводят лекции специалисты нашего города, Рязани, да, психологи, психотерапевты, наркологи, которые, как бы, да, дают полную информацию для родителей. И, соответственно, наша помощь идёт не только зависимым, но также и родителям. И родители, в первую очередь, занимаются своим выздоровлением. Так как в семье, если есть зависимый человек, соответственно, есть и созависимые. Они не живут своей жизнью, они живут жизнью зависимого человека. И, ещё раз повторяю, что плодотворная работа, да, когда родители постоянно... То время, когда человек находился в центре, занимались собой, и они не контролируют, они не верят, не доверяют, они сотрудничают со своим близким. И так как человек находился в регуляционном центре, неизбежно в нём есть изменения, и родителям близким, да, приходится меняться самим, и для того, чтобы им дальше совместно сосуществовать, так могу даже сказать. Расскажите, пожалуйста, вот куда и когда могут к вам обращаться люди, зависимые или их родители, родные, родственники? Наш офис находится в городе Рязань, улица Татарская, дом 15, психологический центр «Надежда Плюс», с 10 до 17.00. Также у нас каждую субботу для близких родственников, для мам, пап, родителей, бабушек проходят встречи, на которых они получают информацию и узнают о динамике своих близких. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали, вот поделились с нами своим опытом, очень важным в наше время. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телеканала «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова